Леонардо да Винчи, Микеланджело, Марк Твин, Бетховен и Мерлин Мандро. Как вы думаете, что объединяет этих разных, но по-своему талантливых людей? Они все были левшами. И сегодня, 13 августа, в Международный день левши, мы расскажем вам об этом много интересного. Кстати, автор бессмертного произведения «Левша» господин Лесков тоже был, извините за каламбур, левшой. Доброе утро! Это программа «Утренняя эспрессо». Меня зовут Вероника Яковец. В качестве приветствия я вам тоже машу левой рукой. Оставайтесь с нами. Самое интересное утро на телеканале «Беларусь-2». Сегодня в «Утреннем эспрессо» «ЗАЗ за здоровье» на Милом Запорожце по Полесью. Уникальная акция в защиту здорового образа жизни. Как создаются легенды. Новые фонари в городе над Богом. Дети знают все, даже о чем мечтают взрослые, о самом сокровенном глазами детей. В бассейн, во всеоружии выбираем только правильные очки для случая. Загадка левшей – миф или реальность? Мнение психолога. Сегодня 13 августа. И в ближайшие 45 минут мы обещаем вам рассказать немало интересного. Начнем наш утренний марафон с прекрасного повода поздравить своих близких с именинами. А теперь кого поздравлять? Согласно католической традиции, сегодня поздравления принимают и Полит, и Пантеан. Вот как-то так. Православной жизнью ангела поздравляют Антона, Василия, Константина, Максима, Николая, Юрия, Анну и Елизавету. Мы от души поздравляем именинника. Вы также сегодня можете поздравить своих знакомых и близких. Им, я думаю, будет приятно. Надеемся, погода тоже сегодня придется нам по душе. Здесь не будем долго рассуждать на эту тему. Давайте просто посмотрим прогноз погоды на 13 августа. Субтитры подогнал «Симон» А знаете, мы уже как-то по-доброму привыкли к Беловежской пуще, но вековой лес не перестает удивлять туристов. Совсем скоро в пуще появится музей народного быта и старинных технологий. Вы сможете познакомиться не только с предметами обихода пущанцев, но и поучаствовать в уникальных мастер-классах от местных мастериц. Будет на территории нового музея и дегустационный зал, а в перспективе и небольшой зоопарк. Так что наш вам совет. В принципе, у вас есть практически месяц, чтобы спланировать поездку в Пущу на открытие удивительного музея. А мы продолжим вас знакомить с основными событиями в регионе. Шелест областной печати в эфире «Утреннего эспрессо». Экономические эксперты «Вечернего Бреста» оценивают шансы и перспективы Беларуси в связи с новыми реалиями. Войной санкций между Россией и Европейским Союзом и планируемым повышением НДС на 2%. Удастся ли нашей стране извлечь прибыль из своего уникального положения? Читайте мнение в свежем номере «Вечернего Бреста». Началось движение по новому автомобильному и пешеходному мосту через Муковец. Его реконструкция длилась несколько лет. И завершение ее ждали не только жители Жабинки, но и многочисленные туристы, жители соседних райцентров. О преимуществах нового моста и дальнейшей судьбе старого узнавали журналисты «Вечерки». Владимир Гончаров и Андрей Сапко из сельхозкооператива «Крошин» войдут в историю Барановического района как первый комбайновый экипаж «Трехтысячник». До них никто не намолачивал 3000 тонн хлеба за сезон. О том, как покорился этот рубеж, можно узнать в сегодняшнем номере газеты «Наш край». Среди сельхозпредприятий «Пружанщины» самый большой зерновой клин в ОАО «Ружаны Агра». Ежедневно во время уборочной было задействовано 24 комбайновых экипажа. В итоге по валовому сбору зерна хозяйство оказалось первым в районе. Намолочно более 30 тысяч тонн. Пишет пружанская районная газета «Районное будни». Аномальная жара становится причиной лесных пожаров, возгорания сухой травы и кустарников. 30 июля на Кобринщине введен запрет на посещение лесов. Как службы города и района контролируют пожароопасные ситуации, читайте на страницах Кобринской районки. Икона Божьей Матери Почаевская принадлежит к числу наиболее почитаемых святынь православной церкви. В день памяти этой иконы в Вознесенском храме деревни Городец Кобринского района прошло праздничное богослужение с участием священнослужителей Минской и Могилевской епархий, Кобринского, Трагичинского и Березовского благочиней. Подробности читайте в свежем номере Кобринского вестника. Пережить аномально жаркие дни помогают лунинчанам волонтеры Красного Креста, сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям и районного отдела внутренних дел. За пару дней акции на автодорогах, улице и на Белом озере они раздали более тонны питьевой воды, сообщает газета «Лунинецкие новины». О чем прочитать, узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». На Запорожце по Полесью, как старенький, но крайне симпатичный автомобиль, может помочь в борьбе с вредными привычками. О необычной акции на Бречене сегодня утром нам расскажет Сергей Николаевич Дученко, начальник пресс-службы УВД Брестского областного исполнительного комитета. Сергей Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Сергей Николаевич, акция, которая связана с таким стриумфальным, если можно выразиться, шествием запорожца по Полесью, носит название достаточно емкое, лаконичное, острое, яркое, как «ЗАЗ за здоровье». Для начала мне бы хотелось, чтобы вы в целом рассказали, в чем главная суть этой акции, идеи, задачи и так далее. Вы знаете, мы ежемесячно проводим анализ оперативной ситуации на территории Брестской области. Цель нашей акции была совместно с заинтересованными службами, в том числе и с областным центром гигиены и педагогии, обратив внимание наших граждан на здоровый образ жизни, на соблюдение правил, которые позволят сохранить ваше здоровье в целости и сохранности. И был не случайно выбран этот запорожец, 64-го года выпуска, как предмет для подражания. То есть мы говорим человеку, если вы соблюдаете все правила здорового образа жизни, вы ведете здоровый образ жизни, не курите, не пьете, не злоупотребляете спиртными напитками, у вас сохранится такое же здоровье, как у этого старичка 64-го года выпуска. И с нами был еще новый запорожец, 2014-го года выпуска. И мы говорим, что человек, который соблюдает здоровый образ жизни, он увидит своих внуков, правнуков и праправнуков. То есть древо жизни будет цвести человека, вот как это запорожец. Сергей Николаевич, откровенно говоря, я поражена этими связями логическими, которые есть в этой акции. Это удивительная идея абсолютно. А как вообще она возникла? Вы знаете, если честно, идея приснилась мне ночью именно на почве того, что мы продумывали те методы, которые позволили бы накоренным образом изменить ситуацию на территории Брестской области. Почему было выбрано найти запорожцы? Потому что старенький запорожец владельцем являюсь я. Я его приобрел два года назад. И, к счастью, он пригодился вот к этой цели, как раз он, техническое состояние его позволило проехаться по территории Брестской области. Вы приезжаете, допустим, в Дрогичинский район или в Столинский район. Как вас встретили? Вы знаете, Вероника, благодаря поддержке, информационной поддержке радио Брест, у нас были прямые трансляции радиоэфира. То есть мы выходили на радиоволнах радио Брест 104.8 и рассказывали людям о нашем планировании. То есть мы, выезжая из Дрогичина, ехали в Пинск. Из Пинска в Столин. И вот когда, выезжая из Пинска, мы планируем приехать в Столин, люди уже звонили из Столина по линии 102 и спрашивали, когда приедет наш запорожец с подарками, с этой акцией. Представляете, люди ждали. То есть мы сами не знали, что такой будет колоссальный эффект. В Пинске нас буквально не отпускали люди возле магазинов. Потому что для них вот эта техника Запорожья, 64-го года выпуска, во-первых, многие даже не понимали, что такие машины еще есть, как машина времени. И в том числе молодежь подходила, фотографировалась с нами. С нами был такой еще мягкий зубр, вот огромный, который тоже олицетворяет здоровье, образ жизни. Люди фотографировались, многие кричали там селфи, селфи. То есть, знаете, это такая современная молодежь. И мы им говорили, что ребята, мы хотим привлечь ваше внимание за здоровый образ жизни, против наркотиков, против алкоголизма. И они понимали это. Вот знаете, вот такой эффект все-таки диалога состоялся. Сергей, вы знаете, я почему-то опять-таки вспоминаю один литературный эпизод из «Золотого теленка», когда вы говорите, может быть, помните этот момент, когда хотели ударить автопробегом по бездорожью, алкоголизму, разгильдяйству. Вот я думаю, что у вас это удалось. Сергей Николаевич, огромное вам спасибо за то, что сегодня утром вы пришли к нам в студию. Вы знаете, лично я хочу вам пожелать, чтобы вы записывали все идеи, которые вам приходят, и все идеи, которые приходят в умы УВД Брестского областного исполнительного комитета, потому что они действительно очень интересные, они очень современные. И я надеюсь, достаточно обоснованно, что вполне эффективные. Спасибо вам большое. Мы напоминаем, что сегодня утром в гостях утреннего эспрессо был Сергей Николаевич Дученко, начальник пресс-службы УВД Брестского областного исполнительного комитета. Нежданно, негаданно, но очень приятно. Еще год назад в областном центре появилась аллея кованых фонарей. И, между прочим, с литературным контекстом. Да, вы правильно меня поняли, речь идет про улицу Гоголя. В металле нашли воплощение гоголевские персонажи, к примеру, «Вечеров на хуторе» или «Вия». Их дополнили и другие композиции. О Бресте всегда знали, как о городе культурном. Теперь поводов для гордости у нас стало еще больше. В этом году добрая традиция продолжилась и даже немного расширила местную географию. Если вы еще не видели новых фонарей, как говорится, спешите видеть прямо сейчас. Если видели, думаю, вам будет интересно услышать создателей этих чудес. Итак, вашему вниманию немного волшебства. Ведь так создаются легенды. Доброе утро. Казалось, еще совсем недавно брещане наблюдали торжественный момент зажения огонька в керосиновых фонариках, что на улице Советской. Во время празднования своего прошлого дня города Брест получил в подарок аллею фонарей, которая в этом году пополнилась еще 11-ю арт-объектами. Здесь, на улице Гоголя, будто застыла городская жизнь. Вот мольберт, от которого буквально на минутку отлучился художник. А здесь уже накрыт обеденный стол. Карп запеченный, курица вот только из печи и картошечка наша белорусская. Согласитесь, аппетитно гулять запросто можно. Вот на всю Ивановскую орет корабейник, а вот непомерного размера сапог. И надпись на нем гласит. По древнему преданию, ведомо ныне, что каждый, кто этот сапог примерит, получит доход неслыханный и в делах денежных везения. И подпись «Городской магистрат». А как вы находите это место? Между прочим, это официально предназначенное для поцелуев и примирения места влюбленных. Как отмечают сами влюбленные, работает в 100% в случаях. Невозможно пройти мимо и вот этой красоты. Особенно карета полюбилась брестским малышам. Два месяца, буквально по 14 часов в сутки, трудился Тимофей вместе со своим напарником над этой работой. Терпение, усидчивость, тонна металла. И вот он, результат. Основной сложностью было то, что надо было конкретно решить, как она должна выглядеть. Каждый подходил со своим мнением. Один говорит, надо сделать так, второй говорит, надо сделать так. Надо было как-то все эти общие идеи, ну, все эти идеи как-то скомпоновать в одну общую картинку и все воплотить в жизнь. Фонари – это отдельная история. Сейчас на улице Гоголя их 40. Замечу, среди них нет даже двух похожих. Создавая их, кузнецы стремились как можно точнее показать старый город. Этому чистильщику обуви так и хочется подставить свой ботинок или туфельку. Кстати, подобные услуги для горожан были весьма распространены в довоенном Бресте. Автор этой работы Александр Чумаков говорит, выполнить композицию в объемном металле было довольно непросто, тем и интересно. В итоге получился один из, ну, как я вот наблюдаю, один из самых активных фонарей. Потому что засунуть ногу в ботинок, посидеть, хочет каждый проходящий мимо. А это пожарный в окне горящего дома. Тоже дело рук Александра, но правда она еще требует доработки. В руке спасателя появится фонарь. Когда спрашивали, как это, там везде горит огонь внутри, и вдруг с фонарем, вопрос заинтересовал. Сотрудники МЧС однозначно сказали, без осветительного прибора в дыму, в этих подблесках огня не видно ничего. Должен быть мощный фонарик, который бы пробил эту дымовую и огненную завесу, и чтобы можно было увидеть, что там действительно внутри находится. Воплотить подобные замыслы удается благодаря финансовой поддержке предприятий и организации города. И если в прошлом году, чтобы найти желающих, приходилось убеждать предпринимателей в перспективности идеи, то в этом году все получилось наоборот. Вот наглядный пример одной из самых сложных композиций – монументальный Гефест. Бог огня и кузнечных дел. Нужно было действительно показать, что мастерство у кузнецов в Бресте, оно присутствует. Не надо искать за границей, так сказать, своих кумиров и говорить, что вот там могут, а здесь нет. Здесь могут так, что за рубежом открывает от удивления рот, хлопают глазами и говорят, не может быть. Может быть, в Бресте все может быть. Мы каждый вечер с детьми, у нас целый рейд по фонарям. Удобно мамам в магазин дойдешь, пока дети ползают по фонарям. Интересно. Замечательная идея, потому что в Бресте появилось, скажем так, много своих фишек, которые привлекают туристов. Улица миллионная, эти фонари, фонарщик. То есть действительно интересно приезжать в наш город. Что-то остается на памяти. Что-то у нас есть свое, индивидуальное. Сегодня аллея фонарей – одна из несомненных достопримечательностей Бреста. Гуляя здесь, хочется, чтобы эта улица никогда-никогда не заканчивалась. Эта маленькая улица производит в постсоветском пространстве, не только в кузнечном мире, а среди просто жителей и России, и Украины, достаточный фурор. Восторг и доля зависти, нормальной, хорошей зависти у иностранных жителей будет присутствовать. Так что примиряться, богатеть и вдохновляться – приезжайте в Брест. Здесь у всех желания исполняются. Места тут счастливые есть. 13 августа 1899 года в Лондоне родился Альфред Хичкок. Едва получив приглашение в Голливуд, он буквально оглушил американцев первым триллером «Ребекка». Но мировая слава настигла кинорежиссера через 20 лет после картины «Психоз». Всего на счету Хичкока 50 лет. Ровно 100 лет назад, в 1914 году, в Нью-Йорке было пущено первое городское такси. Однако история такси началась задолго до этого. Еще в 18 веке некий предприимчивый француз основал постоялый двор конных экипажей, которые стали первыми в мире наемными общественными экипажами. 13 августа 1926 года родился Фидель Кастро Рус, первый секретарь ЦК Компартии Кубы. В 1976 году он совместил посты главы правительства и главы государства. Под руководством Фиделя Куба достигла значительных успехов в социальной сфере. Герой Советского Союза, он награжден многими советскими орденами и медалями, а также наградами других стран. 13 августа 1928 года в Лондоне через радиостанцию европейской компании, основанной шотландским ученым Джоном Бейрдом, в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. В этом же году Бейрд создал действующую модель цветного телевизора, а 30 лет до его широкого практического использования. 13 августа 1961 года по решению властей бывшей Германской Демократической Республики была закрыта между Восточным и Западным Берлином. Началось возведение Берлинской Стены, на многие годы ставшей символом раздела Германии на два государства. Ну а сейчас, мне кажется, вы одновременно и удивитесь, и умилитесь, и улыбнетесь. Но не будем долго хранить интересную информацию в тайне. Итак, в чем же дело? А дело вот в чем. В Барановичах, в городской библиотеке, впервые прошла акция чтения пушистым друзьям. Нет, вы не ослышались. В ходе встречи дети читали книги четвероногим товарищам. Милые лабрадоры внимательно слушали юных чтецов. Говорят, что эта мировая практика крайне хороша для развития навыков чтения. В восторге остались все. И дети, и родители, и организаторы, и, безусловно, пушистые друзья. Надеемся, что подобные эксперименты и далее будут находить положительный отклик. Тем более, что детям нравится. Ну а теперь у нас есть возможность послушать юных философов. Оказывается, дети знают все. Даже о чем мечтают взрослые. Детство, наверное, такое уж хорошее, но не сильно. Потому что с детства хочет родитель что-то новенького, чтобы их кто-то погладил. Среди детским родителям хочет, например. И так идет это. Мечты иногда сбываются, а иногда нет. Иногда они совсем не сбываются. Что у них нет машин, но надо купить, деньги заработать. Ну, я думаю, что моя мама мечтает стать красивой. Взрослые. Взрослые мечтают работать. А еще можно иногда отдыхать, если можно. Взрослые. Взрослые. Ну, вот же хотят полететь или в космос. Или работать где-то. Или вот работать. Взрослые мечтают купить новости и виды. Думаю, что в том числе взрослые, да и не только мечтают о сказочном лете. Лето продолжается, и мы стараемся ухватить августовские дни, чтобы провести их как можно чаще на лоне природы. Но хороший отдых, это в первую очередь отдых безопасный. Мы напоминаем о том, что если вы собрались отдохнуть на городских пляжах, не забывайте о том, что пока ограничено купание детей, к примеру, на пляже Центральный в областном центре, а также возле Грибного канала. Также пока некоторые ограничения действуют и в Ляховичском районе. Надеюсь, это не омрачит ваш отдых всевозможные. Другие пляжные радости доступны. Ну, а если, ну, очень захочется искупаться, а уехать из города не всегда есть возможность, выход есть. Пока можете воспользоваться услугами бассейнов. Кстати, чтобы в бассейн вы пошли, как говорится, во всеоружие, Екатерина Гараева расскажет о том, как выбрать крайне необходимые специальные очки. В начале 1930-х годов американский писатель Гай Гилпатрик приспособил для ныряния авиаторские очки, сделав их водонепроницаемыми с помощью оконной замазки. Специальные же очки для плавания появляются лишь в 50-х годах прошлого века. Поначалу производят их из стекла, и они легко бьются. Поэтому их использование было запрещено в соревновательных заплывах на Олимпийских играх вплоть до 1972 года. К тому моменту очки для плавания научились делать из пластика. Для нормального зрения под водой человеческому глазу необходима воздушная прослойка. Все современные очки для плавания можно использовать как в бассейне, так и на открытой воде. В том и в другом случае очки позволяют пловцам спокойно наблюдать окружающий водный мир, а в бассейне еще и защищают глаза от вредного воздействия хлора. Как и любые другие очки, очки для плавания требуют примерки. Для этого их достаточно просто приложить к глазам. Кроме классических узких очков для плавания, в последнее время все более популярными становятся полумаски. Стоят они дороже, но обладают рядом преимуществ. В полумаске вы будете себя чувствовать более комфортно, так как у нее более широкий обзор, нежели у обычных очков. И она не так сильно давит на глаза и не оставляет никаких следов и синяфов. Абсолютно все качественные линзы в очках для плавания имеют три покрытия. Внешние против царапин, внутренние антифок против запотевания и фильтры, предотвращающие вредное воздействие солнца. Это стандарт отрасли. Из приятных, но необязательных дополнений есть, например, очки со сменными переносицами. Существуют такие очки со сменными перегородками, и их существует несколько видов, то есть средняя, маленькая и более широкая. И это можно сделать очень легко, они очень просто меняются. Снимаете среднюю, которая надета на очках, и меняете на более маленькую или более широкую. И немного о цвете линз. Чем они прозрачнее, тем больше света пропускают. Такие линзы нужны для темных бассейнов и водоемов. Если же в бассейне светло или вы планируете плавать под ярким солнцем, выбирайте очки с темными или зеркальными линзами. Очки для плавания не стоит подвергать воздействию высоких температур. Горячий душ, сауна, прямые солнечные лучи не для них. После купания в соленой воде очки нужно прополоскать пресной. А самое главное, очки нельзя бросать на песок, и ни в коем случае нельзя протирать, чтобы не испортить антифоковое покрытие. Кстати, служит антифок около полугода. Потом его можно обновить, купив в магазине специальный спрей. Конечно, неизвестно, как часто нас будет радовать прогноз погоды, но очень хочется верить, что очки для плавания понадобятся нам не только в бассейне. В продолжении темы отдыха, лета и здорового образа жизни. Не стоит забывать о том, что и питание должно быть правильным, и летом существует несколько сезонных рекомендаций. Они не сложны, но выполнение этих правил позволит вам держать себя в форме. Ограничьте потребление мучных блюд, животных жиров. Предпочтение стоит отдать овощам и фруктам. По поводу последних. Не забывайте тщательно мыть дары природы, и лучше всего их употреблять без термической обработки. Пожалуй, стоит отказаться от алкоголя и чрезмерного употребления кофе. Вот, в принципе, и все. Всего несколько пунктов. Надеюсь, что исполнить их не составит большого труда. А результат, результат вас приятно удивит. А мы продолжаем удивляться. Мастер-класс вкусной и здоровой пищи от шеф-повара отеля «Эрмитаж». Доброе утро. В одной из прошлых программ я готовил вегетарианский рулет. Сегодня я приготовлю рулет из рыбы. С вами шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Гринин Иван. Для этого нам понадобится лаваш, сливочный сыр «Филадельфия», болгарский перец, лосось и немного зелени. Нарежем красный и желтый перец. Как обычно, мы используем два перца. Один желтый, другой красный. Все это используется для красоты. Перец наш нарезан. Берем наш лаваш. Намазываем полностью его сыром. Я взял сливочный сыр «Филадельфия». Вы можете взять любой сливочный сыр. Такой, как фитаки, бука. Что будет у вас под рукой. Полностью намазываем вообще. Поверхность. Аккуратно выкладываем лосось. Вы можете использовать любую другую рыбу для нашего блюда. Это может быть тунец, палтус. Ну, все, что у вас будет под рукой. Теперь выкладываем перец. Осталось немножко нарезать и украсить зеленью. И наша блюда готова. Так, выкладываем нашу зелень. Заворачиваем наш рулет. Плотно. Стараемся, чтобы все ингредиенты не вылезли. Осталось только подогреть наш лаваш, чтобы и сам лаваш стал теплым, и сыр растекся по всей поверхности. Поэтому ставим нашу скорость на плиту. Нагреваем. Я надеюсь, вы помните, что лаваш надо греть без масла, чтобы он не был жирным и стал более эластичным. Наша скорость нагрелась. Выкладываем лаваш. Сначала-то для формы, пусть он подговорит. Наш лаваш готов. Выкладываем на защечку. Для более красивой подачи мы его порежем. И выложим на порезочку. Итак, наш рыбный рулет готов. Он даст вам много сил на сегодняшний день. Удачного дня. Приятного аппетита. С вами был шеф-повар ресторана «Эрмитар» Гринова. Мы уже говорили о том, что сегодня вся мировая общественность отмечает Международный день левши. Личность левшей всегда была овеяна некоторым ореолом тайны и загадки. Так ли это на самом деле? Сегодня утром о левшах и правшах нам расскажет психолог Виталина Мазурук. Виталина, доброе утро. Здравствуйте, Вероника. Виталина, у нас разговор сегодня пойдет о левшах и, как говорится, не только. Я думаю, что мы еще поговорим и о правшах. Но начнем все-таки с левшей. Все-таки сегодня Международный день левши. Можно ли говорить о том, что такой внешний признак, как способность писать левой рукой, это показатель какой-то особой работы мозга? Ну, конечно же. Это доминантная, более доминантная левая рука, правая полушария. И это полушарие отвечает за образность, за интуицию, за немножечко другой способ восприятия мира. И вот наша цивилизация, это скорее левополушарная цивилизация. Все-таки получается, что вот эта разница между левшами и правшами, это не нечто выдуманное, это не миф, а действительно реальность. Это реальность, это физиология, знаете, как это? От физиологии никуда не уйдешь, это есть. Вот. И вообще, в принципе, в организме человека, даже в привычках его, ничего случайного не бывает. Оно произошло по чему-то. Этому есть какие-то причины. Можно ли говорить о том, что когда мы переучиваем ребенка левшу на то, чтобы он стал правшой, что это может нанести ему какой-то вред? Или наоборот, в этом есть какая-то польза? Однозначно, если мы его насильно переучиваем только на правшу и запрещаем ему пользоваться как основной левую руку, это наносит вред. Это я коверкаю природу человека. Скажите, Виталина, но с другой стороны, в принципе, и полноценный здоровый правша может себе позволить побыть немножко левшой. И в этом есть определенная польза. Вот для чего нам это надо? Это однозначная польза. Я, может быть, одно упражнение сейчас расскажу, но сначала я скажу, для чего это нужно. Это замечательно и прекрасно. Это увеличивает межполушарные связи. Это активизирует правое полушарие. Это усиливает интуицию. Это расширяет возможности таланта. Помогает ему ярче, как-то интереснее раскрываться. А упражнение, ну как это, до банального простоя. Вы берете в правую и в левую руку по пишущему, по ручке, скажем так. И одновременно, синхронно, левой рукой пишите одно слово, правое и другое. Не в зеркальном отображении, а именно слева направо. Хотите, потом начните писать справа налево, я не знаю, но в одном направлении. И причем ни одна буква, вот первая, вторая, третья, не должны совпадать. Там, я не знаю, например, слон и там мама. Это все делается синхронно. Занимайтесь так по полторы, по две минутки в день, каждый день. И через какое-то время и вот яркие какие-то ваши другие совершенно способности начнут по-другому проявляться. Уровень вашего поведения в стрессе изменится, потому что вы, ну как-то, уже вы более тренированный, вы уже более спокойный в каких-то ситуациях. Там очень много каких-то сначала, вот вроде бы, маленьких эффектов, которые вот в совокупности дают какой-то большой дар. Виталина, ну я думаю, что мы еще раз можем порекомендовать всем телезрителям Утреннего Эспрессо воспользоваться вашим советом, попробовать, поэкспериментировать. И действительно, может быть, какой-то неожиданный талант или дар через некоторое время откроется. Виталина, и в завершение нашей с вами беседы мне бы хотелось, чтобы мы с вами сделали акцент еще на следующее. Мы говорили о том, что есть левши, о том, что существуют правши, о том, что разница между ними, она не выдумана, она действительно есть. И при всем при этом в мире, в нашем сегодняшнем, левши и правши, они не обособлены друг от друга, они друг с другом взаимодействуют. Скажите, пожалуйста, каким образом надо себя настроить или вести друг с другом, чтобы не возникало каких-то конфликтных ситуаций, чтобы левши и правши смогли лучше понять друг друга? Вы знаете, я бы даже вот тут и расширила бы круг левши, правши. Мы вообще все другие друг для друга. И, ну, такая философская короткая формула – позволить другому быть другим. Думать другие мысли, делать другие действия. То есть понять, что он вообще другой. И он, может быть, не похож на меня. И если он что-то сотворил, это не значит, что он хотел мне сделать что-то дурное. У него вообще могли быть совершенно другие причины. Он просто другой. Виталина, огромное вам спасибо за то, что сегодня утром вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я надеюсь, что действительно мы станем лучше понимать и слышать друг друга, невзирая на то, что левши мы или правши. В принципе, это по большому счету не имеет какого-то огромного значения для взаимопонимания. Главное – иметь желание, чтобы понять, услышать друг друга. Спасибо вам большое. Мы напоминаем, что сегодня утром у нас в студии была психолог Виталина Мазурук. А сейчас на телеканале «Беларусь-2» мы продолжим тему Международного дня левши. Только что мы слышали профессионала. А сейчас о левшах, правшах, да и просто о хороших людях нам расскажут брещане. Не переключайтесь, возможно, вы увидите себя, кого-то из своих знакомых, да и вообще услышите нечто интересное. У меня девочка была в школе левша, она бы рисовала хорошо. Они в основном рисуют хорошо. Некоторые люди и правой, и левой рукой одинаково владеют. Это вообще, наверное, уникло. Кажется, что они люди творческие, такие более образованные, хотя могут и не поседовать, но очень сфатываются на лету. Причем они всегда отличненькие. Они хорошо учатся, это я помню. Я, например, в детстве рисовал, потом это дело забросил, когда пошел на футбол, а моя жена пишет, она тоже левша. Но назвать себя очень творческим не могу. В принципе, наверное, такой, как все. Но вообще я знаю, что есть творческие листочности, которые рождаются правшами, но самостоятельно переучиваются на левшу, чтобы выделяться. Мы желаем дальнейшего процветания всем левшам, чтобы они оставались такими же яркими, энергичными, потому что без левшей куда нас в этот мир? Мы все праворуки, скромняги. Должны же как-то обличаться друг от друга. Да, да. Сказать даже так. Да, поэтому с праздником всех левшей и наших знакомых. Успехов вам побольше и только вперед. Левши, давайте вперед, мы молодцы. Левая рука. Самая лучшая. Левая рука. 36 брещан. С нетерпением будем ждать выхода ленты на большие экраны. А пока давайте познакомимся с другими киноновинками. Доброе утро. Если надоела изнуряющая жара и прогулки под палящим солнцем, самое время отправиться в уютный зал кинотеатра. Ведь там можно насладиться премьерами этой недели, фильмами «Черепашки-ниндзя» и «На встречу шторму». В новой истории о давно полюбившихся юным киноманам «Черепашках-ниндзя» есть все, чтобы дети не остались равнодушными. Интересный сюжет, захватывающий дух боевые сцены и легкий юмор. И это далеко не весь перечень того, чем может привлечь яркая фантастическая картина. Судя по камерам, там что-то серьезное. У них заложники. Погнали, парни! Город нуждается в героях. Тьма окутала Нью-Йорк в виде Шрёдера и его зловещего клана футов, у которого имеется железный контроль над всеми, от полицейских до политиков. Будущее выглядит мрачным, пока из канализации не поднимается и не раскрывает свое предназначение четверка отверженных братьев – черепашки-ниндзя. Черепашки должны работать вместе с бесстрашным репортером Эйприл и ее саркастичным оператором Верном Фенриком, чтобы спасти город и разгадать дьявольский план Шрёдера. Извини, очень страшно получилось, да? В общем, мы тебя найдем. Турбас! Значит, они пришельцы? Нет, что за чушь. Они черепашки. Что еще? Ты мне о них расскажешь? Они ниндзя. Триллер «Навстречу шторму» любители кино нарекли одной из самых ожидаемых премьер лета. Картина «Катастрофа» повествует о том, какой же непредсказуемой может быть погода и как небесный катаклизм привлек внимание отчаянных школьников. Уверенно следуйте за своей мечтой. Живите той жизнью, о которой грезите. За вас! Быстрей! Пожалуйста, проходите внутрь организованно! Давай, вот так, пошел! Проходите до конца! Отойди от окон! Всего лишь за один день невероятное нашествие смерчей практически уничтожило городок Сильверстон. Все его жители были отданы на растерзание непредсказуемым и смертельно опасным торнадо. И при этом метеорологи говорят, что худшее еще впереди. Большинство ищут убежище, в то время как немногие смельчаки идут навстречу стихии, испытывая себя. Насколько далеко сможет зайти охотник за торнадо ради одного, за то какого снимка? Что тут у нас? Он возвращается. Ты это слышал? Не удержишься! Руку давай! Руку давай! Спасибо! Пусть поход в кино сделает ваш день веселым и запоминающимся. Приятного просмотра! Пусть поход в кино сделает ваш день веселым и запоминающимся. Пусть поход в кино сделает ваш день веселым и запоминающимся. Пусть поход в кино сделает ваш день веселый и запоминающийся. Вот подошла к концу наша программа. И в завершение на правах левши мне бы хотелось вам кое-что рассказать. В быту левши сталкиваются со множеством проблем. Чего только стоят ножницы. Если вы не знали, они заточены специально для правой руки. Но мир не стоит на месте. Вот, к примеру, эти ножницы сделаны специально для левшей. И теперь нет никакого труда, чтобы, к примеру, разрезать лист бумаги им левой рукой. Это была программа «Утренняя эспрессо». Меня зовут Вероника Яковец. Надеюсь, пример с ножницами нас вдохновил на то, что даже забота о мелочах может быть крайне важна близким людям. Берегите друг друга. А мы с вами обязательно увидимся на телеканале «Беларусь-2». «Беларусь-2». Продолжение следует...